Генеральный партнер программы «Итоги недели» – производственное предприятие «Меркурий-2». Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир, развитая инфраструктура, близость к морю. Срок сдачи – четвертый квартал 2013 года. Телефоны – 48333 и 48300. Партнер программы «Итоги недели» – магазин «Время подарков». Конец рабочей недели – пятница, а это значит время подвести итоги недели. В студии Ирина Меркурьева, здравствуйте. Чем запомнились минувшие 7 дней в кратком обзоре новостей. В Приморском сельском округе прошел День здоровья, в котором приняло участие рекордное количество человек. 810 жителей посетили мобильный медицинский центр. Прием местных жителей вели врачи – кардиологи, терапевты, эндокринологи, окулисты, а также врачи других узких специальностей. Медики обследовали всех желающих на наличие заболеваний и предрасполагающих к ним факторов путем измерения веса, роста, артериального давления, уровня глюкозы, холестерина, снятия КГ. Администрация Анапы усилила контроль за сохранением песчаных дюн. Теперь за каждым чиновником закреплена пляжная территория. Сотрудники администрации уже приступили к контролю за состоянием пляжей и активно взаимодействуют с арендаторами пляжных территорий. Кроме этого, на протяжении всего Пионерского проспекта до поселка Витязева закрыты все доступы к морю для автомобилей и квадроциклов. Выезды на пляж, помимо шлагбаумов, контролируются патрулями из казаков и работниками полиции. В Институте береговой охраны ФСБ России прошел день открытых дверей для выпускников. Учеников выпускных классов из Крымска, Абинска, Новороссийска и Славянска-на-Кубани познакомились с историей института, особенностями службы и перспективами. По среднему профессиональному образованию семь специальностей, срок обучения до трех лет. Также студенту предоставляется обмундирование, питание, жилье, высокая стипендия, конечно, воинское звание и трудоустройство по окончании вуза. Большинству ребят такие перспективы пришлись по душе, и они всерьез задумались о службе. Это был краткий обзор главных событий недели. Смотрите также в сегодняшнем выпуске. Громкое преступление. В Анапе было совершено вооруженное нападение на местного бизнесмена. В результате был убит водитель, сам же предприниматель ранен. Теплые слова, награждение и концерт. Анапу поздравил мужчин с Днем Защитника Отечества. Самые холодоустойчивые спортсмены со всей страны собрались в Анапе. На курорте стартовал всероссийский чемпионат по квайспорту. Покушение на местного предпринимателя Николая Нестеренко произошло сегодня около 9 утра. В ходе вооруженного нападения был убит водитель бизнесмена Виктор Жук. Сам же Николай Нестеренко получил пулевое ранение и сейчас находится в больнице. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подробности расследования в сюжете Вадима Родина. Вот здесь, в спальном районе Анапы, рано утром произошло чрезвычайное для курорта происшествие. Киллер предположительно подъехал на машине на эту площадку между домами. Затем пристроился с оружием, как предполагают следователи, за этим углом, откуда хорошо просматривается подъезд, где живет Николай Нестеренко. Как только жертва оказалась в машине, киллер произвел несколько выстрелов из гнистрельного оружия калибром 7,62. Возможно, это была снайперская винтовка. В результате Николай Нестеренко был ранен, его водитель убит. Раненый бизнесмен самостоятельно вызвал полицию. Следствием установлено, что 22 февраля сегодня в 9 часов утра во дворе домов 175, 187 и 189 по улице Ленина в городе Анапа неустановленные лица произвели не менее пяти выстрелов по автомобилю Toyota Camry, в которой находились водитель Жук Виктор Васильевич и Нестеренко Николай Дмитриевич. Значит, Жук убит попаданием в голову пули, Нестеренко ранен в левое плечо. Значит, в настоящее время ему проведена операция, состояние его стабильное, жить будет. Значит, в настоящее время ведутся следственно-оперативные мероприятия по закреплению следов преступления, розыску преступников и их установлению. Ну, как только лица будут установлены, соответственно, следствие сообщит средствам массовой информации об этом. На задней двери видны следы от пуль. Некоторые прошли насквозь. Следствие считает, киллер пытался предугадать действия бизнесмена. Думаю, что лица, производившие выстрелы по автомобилю Нестеренко, предположили о том, что Нестеренко упал между сидениями, дабы избежать попаданий пулевых. В связи с чем попытались все-таки закончить свое коварное дело и причинить смерть Нестеренко. Ну, вот, однако Нестеренко выжил. Видимо, родился в рубашке. Повезло. Повезло, да. Ну, когда он один действовал, да, киллер или нет? Не установлено следствие пока. Нападающий скрылся на автомобиле. Сейчас его разыскивают сотрудники полиции. Возбуждено уголовное дело по двум статьям – убийство и покушение на убийство. Виновному может грозить пожизненный срок. Сразу после случившегося в интернет-изданиях появилась информация о том, что бизнесмен Николай Нестеренко является кандидатом на пост мэра. Эта информация неверна. Я вот официально информирую избирателей о том, что Нестеренко никогда не заявлялся в качестве кандидата на должность главы муниципального образования. Более того, Нестеренко даже не выдвигался членом участковой и литературальной комиссии. Поэтому к избирательной кампании никакого отношения он не имеет. В качестве версии мотива покушения следствие называет коммерческую и общественную деятельность Нестеренко. Он является заместителем атамана казачьего общества по экономике и бизнесменом – директором казачьего рынка. Возможно, именно предпринимательская деятельность и стала одной из причин покушения, отмечают следователи. Вадим Родин, Анапа-регион. Ежеквартально предприятия Анапы с помощью интернета делают отправки отчетов в Пенсионный фонд России, в Управление Федеральной налоговой службы, в Фонд социального страхования и другие контролирующие органы. Как правильно выбрать электронные каналы связи с надежной защитой передачи документов? Об этом говорили на семинаре совещаний в Анапском управлении Пенсионного фонда России. Бухгалтеров различных предприятий города-курорта познакомились с представителем компании СКБ «Контур» Вячеславом Савченко, который подробно рассказал о преимуществах программы электронного документа оборота «Контур-экстерн». Системе доверяют более 900 тысяч предприятий. Это квалифицированная техподдержка. Компания имеет представители во всех регионах России. И главное – качество по доступным ценам. Мы имеем лицензии и сертификаты от Управления службы безопасности. У нас имеется круглосуточная техническая поддержка. У других сервисных центров это пока еще нет. И мы являемся лицензированным и аттестомным сервисным центром. На что нам дают полномочия выпуск электронно-цифровых подписей здесь в Анапе. Не выезжая ни в Краснодар, ни в Москву, ни в какой-либо другой город, и приезжает получающее лицо данную электронно-цифровую подпись с паспортом и соответствующим документом. Либо у полномочия на лицо по доверенности. С помощью контрэкстерна можно отправить готовые отчеты, сформированные в любой программе или подготовленные прямо в контрэкстерне. Система позволяет сформировать актуальные отчеты, соответствующие всем требованиям меняющегося законодательства. Компания «СКБ Тур» предлагает воспользоваться услугами контрэкстерна бесплатно сроком на три месяца. А далее, если бухгалтер оценит преимущества данной системы, заключить договор с компанией. Анапа поздравил мужчин с Днем Защитника Отечества. В городском театре состоялось награждение людей в погонах, кто выполняет свой долг по охране рубежей нашей Родины и обеспечивает мир и покой. А также для всех мужчин Анапы прошел праздничный концерт. На торжественное мероприятие были приглашены солдаты и офицеры Анапского военного гарнизона, курсанты Института береговой охраны, ветераны, матери погибших при исполнении военного долга, официальные лица. Прямо из зала после минуты молчания в сквер воинской славы отправился военный конвой. К вечному огню была возложена гирлянда от имени благодарных потомков всем погибшим воинам на разных фронтах и в военных конфликтах. Всем, кто с честью исполнил долг перед Родиной. Заместитель главы города-курорта Анапа Михаил Баюр зачитал поздравительную телеграмму анапчанам от администрации края. Искренне желаю вам успехов, крепкого здоровья и благополучия. Пусть ваше мужество, самоотверженность и профессионализм всегда будут опоры для ваших близких и родных. С праздником Дня защиты и Готечества, дорогие анапчане, городу воинской славы. Ура! Глава администрации губернатора Краснодарского края Александр Николаевич Ткачев. Благодарностью главы муниципального образования за отличную службу, активное участие в военно-патриотических мероприятиях были награждены военнослужащие Анапского военного гарнизона. Защитников Отечества поздравил председатель Совета муниципального образования Леонид Кочетов, председатель Совета ветеранов Анатолий Гапонов, начальник Института береговой охраны, контр-адмирал Владимир Белков. Я хотел бы, поздравляя всех военнослужащих с Днем защитника Отечества, ветеранов, прежде всего сказать курсантам о том, что вы должны не только перенимать опыт службы, славные боевые традиции, но и помнить о том, что, кстати, сказал весь Михаил Иванович Баюр, что вы учитесь не просто в городе-курорте, а в городе воинской славы. По приглашению администрации праздничный концерт дал легендарный коллектив Вооруженных сил Российской Федерации, ансамбль песни и пляски краснознаменного Южного военного округа под руководством заслуженного работника культуры России Игоря Марченко. В зрительном зале в первом ряду сидели ветераны и матери погибших солдат. Им подарили цветы, а зрительный зал аплодировал исполнителям песен и подпевал. Все вспомнили задушевные песни времен Советского Союза. «Мой адрес ни дома, ни улица. С чего начинается Родина? Полюшка, Поле». Сюрпризом для гостей стал номер «Анапская кадриль». Конечно же звучали песни военных лет, исполнялись танцы народов России, которые живут сегодня в мире. Никита Бойко, Лариса Басова, Александр Кореневский, Алексей Мухортов. Анапа. Регион. В преддверии 23 февраля в Анапе чествовали глав приемных семей. Очередное заседание Совета опеки в Анапе началось с торжественного момента. Приемные отцы получили благодарственные письма от администрации города-курорта. Каждый из этих мужчин взял на себя ответственность за жизнь и судьбу детей, оставшихся без попечения родных людей. И каждый из них отдает детям свою теплую ласку, учит о житейской мудрости. Я бы хотела сегодня в преддверии праздника поздравить наших дорогих мужчин с праздником защитника Отечества. Наверное, родившись мужчиной, природа уже наделяет вас вот такой обязанностью быть хранителем семьи, быть защитником Отечества, защитником своей семьи, здоровья, уверенности в завтрашнем дне, ваших любящих детей, вашего хорошего окружения, хорошего домашнего тыла, уюта и тех высоких семейных ценностей, которыми вы так дорожите и за которыми мы вас так всем уважаем. Каждому отцу благодарность и настоящая мужская открытка, сделанная руками ребенка, а детям игрушки. Александр Ходов – школьный учитель. В его семье воспитывается двое детей, а на руках целый школьный коллектив. Михаил Цверько – многодетный отец, у него семеро детей, а в доме группа семейного воспитания детского сада. Был среди награжденных и Алексей Кисленко. В 22 года он находит время не только для годовалой дочки, но и для сына-подростка. Будущие защитники Отечества присоединились к поздравлению пап. Артем Ильченко подарил присутствующим мужчинам стихотворение. Я с ребятами в игре тренируюсь во дворе, а родители в окне смотрят след с тревогой мне. Не волнуйтесь вы за сына. Я же будущий мужчина. И в завершении фотография на память, чтобы на следующий год сравнить, насколько клуб приемных отцов прирос с новыми участниками. В честь Дня защитника Отечества 23 февраля на ярмарке «Привоз» состоится праздничная лотерея. Раздача розыгрышных билетов будет осуществляться с 10 утра. Сам розыгрыш состоится в 10.30. В честь праздника будут разыграны 23 приза. Также в 9.30 ожидается выступление народного ансамбля. А вечером в 18.00 на театральной площади состоится общегородская акция «Мы – наследники городно-воинской славы». Торжественный концерт и в 20.00 праздничный салют. Не пропустите. В Анапе завершается месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы. В каминном зале Центра культуры Родина состоялось военно-патриотическое мероприятие «Сила мужества и братства». Встреча трех поколений прошла в форме литературно-музыкальной гостиной. На встрече собрались ветераны Великой Отечественной войны, ветераны войны в Афганистане, участники боевых действий в Течине, председатель Анапского совета ветеранов Анатолий Гапонов, председатель Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане города Анапа Павел Саркисян и другие почетные гости. Также для участия в мероприятии пригласили молодежное литературно-художественное объединение «Авангард» и Центр патриотического воспитания молодежи «Ратмир». Здесь организовал выставку наш военно-патриотический исторический клуб «Черномор». Ребята занимаются поисковой работой и действует выставка передвижных экспонатов времен Великой Отечественной войны. Помимо выставки здесь будет сказано ответное слово ветеранам, благодарность от нынешнего поколения, поколения 21 века. О войне были спеты песни, прочитаны стихи, сказаны слова. В памяти погибших зажгли свечи. Проходят десятилетия, сменяются поколения, но подвиг павших как наглядный пример силы и мужества никогда не забудется. В рамках военно-патриотического месячника в Доме культуры Станицы Анапской патриотический клуб «Исторические хроники» организовал встречу двух поколений. Председатель Совета ветеранов Великой Отечественной войны Анапского сельского округа Эдуард Мавян и участник Великой Отечественной войны Трофим Марчук рассказали ученикам школ Станицы о том, что значит жестокое слово «война» и какой ценой доставалась победа русским солдатам в войны разных эпох. Казачьи кадетские классы и учащиеся школ Станицы Анапской ознакомились с экспозицией под названием «Они защищали родину», которую подготовили Народный музей Станицы и музей имени Героя Советского Союза Сурена Аракеляна. Ребята узнали о боевом пути Кубанского казачьего кавалерийского корпуса, о 414-й грузинской стрелковой дивизии, о 81-й красноснаменной бригаде морской пехоты. В зале о событиях Великой Отечественной войны школьникам рассказал председатель Совета ветеранов Анапского сельского округа Эдуард Мавян. Древняя богатая история города и заслуги русских солдат в годы Великой Отечественной и русско-турецких войн дают Анапе полное право носить почетное звание «Город воинской славы». Историю своей малой родины, своего государства нужно знать и никогда не забывать, отметил он. То, что надо знать историю нашего государства, это аксиома, о которой никогда нельзя забывать. День и ночь надо помнить об этом. В 1942 году Анапа была оккупирована немецко-фашистскими захватчиками и целый год город переживал все ужасы неволи. Ожесточенные бои за территорию города шли в море, на суше и в небе. Советские войска освободили курорт 21 сентября 1943 года. Набрались, как говорится, сил и освободили и Анапу, и весь наш Советский Союз. И мало того, что освободили нашу русскую землю, освободим мы всю Европу. Работа Патриотического клуба «Исторические хроники» подразумевает не только встречу молодых ребят и поколения опаленного войной, но еще и творческую деятельность, говорит депутат Совета города-курорта, директор Анапской централизованной клубной системы Светлана Хижняк. Мы подбираем с такими же ребятами, как вы, подбираем фильм. Фильм о нашей истории, истории нашего края. Фильмы эти документальные, они исторические. Я думаю, что это очень интересно, когда вы знаете свою историю. В этот день школьникам был показан фильм «Неизвестные войны России» Анапа, 1791 год, в котором ратная история Анапы уходит корнями в далекое прошлое, во времена, когда на месте нынешнего курорта располагалась турецкая крепость. Именно она стала важнейшим стратегическим, политическим и опорным пунктом, который превратился в настоящий камень преткновения двух держав борьбы России с Османской империей. Светлана Авилова, Алексей Мухортов, Анапа-регион. И в Анапе подвели итоги месячника барона массовой и военно-патриотической работы. Акция стартовала в конце января. В этом году к мероприятию особое внимание. В России отмечают сразу несколько знаменательных дат. Среди них 70-летие освобождения Сталинграда и Кубани. На итоговом мероприятии побывала наша съемочная группа. Множество мероприятий прошли в Анапе в рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы. Для школьников были организованы спортивные соревнования, уроки мужества, экскурсии в музеи и воинские части, а также встречи с ветеранами Великой Отечественной войны. На итогах месячника были награждены грамотами все, кто участвовал в организации проведения этой работы. Месячник, наверное, понятие условное, потому что в Анапе, в городе воинской славы, военно-патриотическая работа не является эпизодической. Она проводится постоянно. Каждый днём в своей жизни анапчане и в том числе наши дети доказывают то, что они достойны носить звание жителя города воинской славы. Около 15 тысяч человек приняли участие в месячнике, более 7 тысяч участвовавших на торжественных линейках в школах. Очень эмоциональными были мероприятия, посвященные Дню вывода советских войск из Афганистана. Знаковым событием стали и мероприятия, посвященные 70-летию Сталинградской битвы. Я хочу особенно отметить, что наша делегация от Анапы, от учащихся школы номер 24, посетила в этот период со 2 по 5 февраля город Сталинград и участвовала в торжествах, посвященных этому событию. Это пример всем остальным школам. Нужно не забывать память. У детей осталось незладимое впечатление от посещения Мамаевых курганов и так далее. У них на всю жизнь останется. Месячник оборонно-массовой военно-патриотической работы в этом году проходил в третий раз. И провести его удалось на самом высоком организационном уровне. Обязывает к этому священная память о доблести героических отцов и дедов и новый статус нашего курорта, которому не так давно президент России своим указом присвоил почетное звание «Город воинской славы». Алина Гумерова, Александр Кореневский, Анапа. Регион. С 21 февраля по 6 марта в федеральном детском центре смены необычный заезд, который получил название «Наследники славы». Первый такой заезд состоялся в год открытия центра в 1985 году, когда в Суково прибыли делегации всех городов-героев и городов трудовой славы Советского Союза. И вот смена решила восстановить традицию. За это время в стране появилось 40 городов воинской славы и осталось 7 городов-героев. Кстати, смена имеет непосредственное отношение к присвоению нашему городу почетного звания. Это не только «Аллея героев», но и пять книг авторства краеведа Валерия Валиева, руководителя музея федерального детского центра «Смена». Президентская комиссия была в нашем музее здесь, была на нашей аллее славы, и, в общем-то, они были довольны и поняли, что здесь проводятся серьезные дела. В будущем пообязательно сделаем не только всероссийский слет городов воинской славы, городов-героев, но и международный слет, потому что помимо наших городов есть 8 городов-героев в Югославии. В прошлом году Бендеры в Молдавии был объявлен решением их руководства городом воинской славы, и два города в Абхазии, Гадаут, еще один город, ну и, естественно, Украина и Белоруссия. Мы решили сделать всероссийское движение молодежи, городов-героев и воинской славы. В первый день приехали 90 человек из Ростова-на-Донута, Гонрога, Великих Луг, и ожидается большая делегация около 100 человек из города-героев Волгограда. Также на базе Федерального детского центра смена стартовал 8-й Всероссийский чемпионат по аквайспорту, организованный Всероссийской Федерацией закаливания и спортивного зимнего плавания. Прибыло 16 команд из Калининграда, Москвы, Саратова, Нижнего и Великого Новгорода, Хабаровска, с Южного Сахалина и уже традиционно с Украины. Всего 64 участника. Самая многочисленная команда Краснодарского края – 15 человек. Возрастные категории пловцов от 20 до 80 лет. Они вспоминают чемпионат прошлого года, когда в Анапе выпал снег, и температура воды в открытом бассейне опускалась ниже нулевой отметки, и перед каждым заплывом приходилось убирать льдинки с поверхности воды. Погода в этом году обрадовала и вдохновила на спортивные подвиги. Какие, расскажет наш корреспондент Лариса Басова. Уже который год подряд местом проведения чемпионатов по аквайс-спорту становится Анапа – самый спортивный город Краснодарского края. Только за прошлый год на территории нашего муниципального образования прошло более 600 соревнований разного уровня по разным видам спорта. И, конечно же, особое место всегда у нас на курорте развитие плярных видов спорта, и, конечно же, плавание. Соревнования начались с квалификационного заплыва. На следующий день моржам предстоит провести 10 минут в морской воде, конечно же, соревнуясь, кто за это время больше проплывет расстояние. И в заключении соревнований состоится водная эстафета. Но и этого показалось участникам чемпионата мало. Программу моржей решили расширить, так как обрадовались ласковому солнцу и теплой для них воде плюс 8 градусов. Тут собирается группа, которая настойчиво просит, чтобы их пустили на абсолютное первенство по плаванию в расцах. Ну, мы это примем решение, как правильнее сделать. Ну, 70-летние соревноваться с 20-летним, конечно, трудно, но хотят. Рвутся в бой именно старики. Абсолютно не холодно, абсолютно тепло, абсолютно комфортно. Когда я первый раз начал этим заниматься, я сразу же почувствовал, что это здорово. На самом деле. Никакого дискомфорта нет. В этом-то приятное ощущение. Анапчанка Александра Денисенко отпраздновала в этом году 80-летие. У нее 8 медалей с различного ранга соревнований по зимнему плаванию. Плавает круглый год более 30 лет. Два года назад участвовала в заплыве на 380 метров. В воду первый раз, когда идешь, сердце замирает, да? Вот я себя приучила так. Когда я в воду захожу, сердце у меня не чувствует воды. Я делаю вдох и вперед. А потом уже выдох и остальное. И на сердце мне не влияет. Хотя у меня порог сердца был уже, ишемия сердца. Мне запрещали врачи, давно нельзя купаться. Но я продолжаю, пока Бог дает здоровье. Среди участников чемпионата 5 инвалидов. Слепой Владимир Семин из Анапы занял в этом году на краевых соревнованиях по аквайсплаванию первое место и борется за победу здесь. У меня спортивная подготовка хорошая, плюс вот это закаливание. И вот это все мне помогло выступить успешно на предыдущих соревнованиях. Планы моржей далеко идущие. А именно проплыть следующей зимой истафету от Анапы до столицы зимних олимпийских игр 2014 года Сочи. С 20 января по 28 будем здесь. 29 садимся на корабль в форту Анапа. И плывем эти немного, 260 километров по морю. Истафеты, марафонское будет плавание, истафетное, международный заплыв будет. У нас до 80 участников, иностранцев, которые тоже хотят участвовать в этом мероприятии. Вот, да, комитет олимпийский, паралимпийский с вдохновением восприняли это. Недаром моржи называют себя людьми с неограниченными возможностями. Лариса Басова, Андрей Страдубцев, Анапа-регион. Такой нам запомнилась эта неделя. Далее прогноз погоды на выходные дни и блок полезной информации от партнеров программы производственного предприятия «Меркурий-2» и магазина «Время подарков». Этот и другие выпуски вы можете найти на нашем сайте. А я с вами прощаюсь до понедельника. Всего доброго и до свидания. Воскресенье 24 февраля на курорте будет малооблачно, без осадков. Температура воздуха днем 8-10 со знаком плюс, ночью около 6 градусов по Цельсию. Ветер северо-восточный 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление 767 миллиметров ртутного столба. Температура морской воды в Анапской бухте до 5 градусов выше нуля. Анапское производственное предприятие «Меркурий-2» предлагает приобрести квартиры во второй очереди строящегося жилого комплекса «Солнечный». Удобная планировка квартир. Развитая инфраструктура. Близость к морю. Срок сдачи – 4 квартал 2013 года. Телефоны 48333 и 48300. Подарки должны радовать и оставаться на память. Дарить чувство прекрасного и украшать нашу жизнь. Отражать внутренний мир и подчеркивать стиль. Времена меняются. Подарки остаются. Подарки остаются. Редактор субтитров А.Семкин